Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 5 апреля По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календой даром День памяти предков. По народному месяцу слову Никонов день. В это время христиане чтят преподобного Никона Печерского, игумена Киева Печерской Лавры, жил в XI веке. День этот посвящен тщательной уборке, как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили, дом не велик, а присесть не велит. Домашних дел не переделаешь, дом хозяинам велик. Вытряхивали постели, убирали мусор, меняли солому в матрасах. Чтобы выгнать из дома нечисть, 5 апреля использовали настой мяты, которым мыли столы, полы, лавки. Считалось, что выгнать нечистую силу можно, если побелить печь. Мяту использовали и при заваривании чая, и при приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во многих деревнях эту чудесную траву считали залогом хорошего сна, вешали ее пучки в горницах. Без мяты не обходились и в бане, куда шли после приборки. Этой травкой устилали и полки в парилке, а ее отваром подавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств этого растения. В это время снег еще местами лежал на земле, а потому крестьяне не спешили выходить в поле. Они продолжали готовиться к полевым работам, проверяли и чинили инвентарь. В южных регионах России высаживали 5 апреля яблони, рябину, красную и черную смородину. В этот день готовили угощения с мятой, ковришки, пряники, квас и медовуху. Также принято было угощать птиц крошками, зернышками, льняным семенем. Верили в то, что так удастся зазвать птиц ко дворам и садам, ведь птицы – вестники весны и защитники от вредителей. Существовала даже присказка – на Никонов день весна прислала зяблика гонца. Считалось, что именно 5 апреля прилетают эти милые птицы. В этот день примечали. Если теплый день, но ночью случились заморозки, значит в апреле будет хорошая погода. 5 апреля первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел, значит впереди ожидается холодное лето. В полдень видно солнце, то лето будет очень жаркое, солнце не видно, дождливое. Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами, утром ожидать заморозков. Если дворовые птицы выщипывают у себя перья, в доме будет несчастье, это плохая примета. Кошка чихает или кашляет, скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь. Белка из гнезда вышла, вскоре настанет теплая погода. И добавляли. Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром день памяти предков. День, в который почитаются предки всех родов. В этот день на кладбищах и погостах, на могилах и курганах наводится чистота и порядок. Совершаются службы. Помимо даров и треп умершим родичам зажигают священные огни, свечи, лампады, огневицы. Связь с предками очень важна. Наши предки – это наши корни в буквальном и переносном смысле. Корни, которые питают наши души. Что будет, если лишить дерева связи с его корнями? Оно перестанет расти и развиваться. Со временем начнет разлагаться и становиться ломким и хрупким. И уже никакое солнце, ветер и вода с небес не помогут кроне тянуться вверх, дальше ветвиться и производить плоды. Плоды своей деятельности, своего роста, своего рода. То есть не сможет в полной мере выполнить своего предназначения. Так же происходит и в жизни у человека. При отрицании своих корней по каким-либо причинам нам сложно двигаться в жизни, расти, развиваться, учиться новому, реализовывать свою душу. Могут возникнуть трудности с потомками, имеющимися или которые еще не появились. Все очень взаимосвязано, ведь род – как линия жизни, которая никогда не прерывается. Но если сознательно пытаться ее порвать, то последствия бывают самые разнообразные и не самые благополучные и приятные. Чтобы жить полноценной жизнью, заниматься любимой деятельностью, материализовывать и удовлетворять свои потребности, как минимум необходимо налаживать связи со своими предками, уважать и почитать их. Помимо родителей, у нас есть деды и прадеды, бабушки и прабабушки, и так до начала родового импульса всего человечества. Память о них, связь с ними по родовой нити питают нас, наши души, помогая нам раскрыться, подобно бутону на дереве, в цветок, а цветок затем волшебным образом превращается в плод. Эта же связь помогает развязывать нам наши кармические узлы. Все стекается к нам, все дары и вся ответственность. И мы не можем просто так взять и от всего отказаться. Это напрямую повлияет на нас и на нашу жизнь, ее краски и наполненность. Все, что нужно исправить, исправляйте. Все, что нужно проявить, проявляйте. Все, что нужно взять, берите. Все, что нужно отдать или дать, отдайте и дайте. В этот день совершают особый обряд почитания предков. Желающий провести это действо сможет найти его описание. Это нетрудно. После совершенного обряда всегда носите в сердце своем почитание, уважение, любовь и благодарность предкам своим, питая тем самым корни свои. Слава родам свято-расы, слава богам и предкам нашим многомудрым. Братья-месяцы